Итак, мой детекторный приемник готов и наступило время испытаний. Первый эксперимент, который я хочу провести с моим приемником, будет немножко нетрадиционный. Вместо того, чтобы ловить радиостанции, я собираюсь проверить, сможет ли светодиод загореться от антенны и заземления, которые я организовал. В качестве антенны я использую примерно 10 метров провода, которые натянуты у меня за бортом. А заземление? В качестве заземления я использую трубы холодного водоснабжения. Думаю, этого вполне достаточно. Да не думаю, я же уже проверил. Было бы банально, конечно, запустить радиоприемничек, попытаться поймать какую-нибудь радиостанцию. Но радиостанции имеют слишком малую мощность и вряд ли бы мой диод засветился. Поэтому я буду ловить шумы. Шумов у нас предостаточно. Если кому интересно, я выпущу ролик, в котором покажу, что шумит, как шумит и в каком диапазоне. Ну а сейчас конкретно проверяем, засветится в детекторном приемнике светодиод под антенны и заземление. Я заметил такую фишку, что когда я подключаю светодиод, в наушнике звуков практически нет. Но при этом светодиод хорошо реагирует на щелчки по наушнику. Обратите внимание на светодиод. Вот такие небольшие зеленые вспышки. Дело в том, что когда я щелкаю, мембрана в наушнике колышется и светодиодик вспыхивает. Ну а теперь основная часть эксперимента. В спокойном состоянии, когда контур вроде бы настроен на несущую частоту, вот этим вот переменным конденсатором, светодиод почему-то не светится. Да не почему-то, я знаю почему. Ему просто не хватает амплитуды колебаний, возникающих в контуре. Поэтому я применил тактическую хитрость. Дело в том, что все вы наверняка слышали, что если настраивать радиоприемник, то вы будете слышать громкие щелчки и всплески. Наверняка вы слышали такое, если баловались либо самодельным радио, либо старыми радиоприемниками средневолнового диапазона. Именно это свойство я буду сейчас и использовать. Я заметил, что если я начинаю изменять свойства колебательного контура, причем мне даже не обязательно применять карандаш, я могу пользоваться пальцами. Вот, то светодиодик начинает вспыхивать, ну, такими небольшими зелеными вспышечками. Давайте попробуем. Сейчас я буду изменять частоту контура и искать наиболее активную помеху. Вот в этом диапазоне у меня какая-то максимальная помеха существует. Как видите, как только я убираю руку, ну, дело в том, что я неправильно вращаю конденсатор, моя рука вносит изменение в емкость. Поэтому даже прикосновение к конденсатору будет вызывать изменение сигнала. Ну, правда, оно не всегда вызывает свечение. Только вот в определенных местах, вот я трогаю, ничего не вспыхивает. Сейчас вот потрогал, попробую вращать. Причем есть места, где вспыхивает хорошо, и есть провалы. Вот где-то здесь какая-то помеха есть. Вот, иногда у меня даже получается, что без изменения конденсатора некоторое время диодик моргает. Забавно. То есть у меня этот эксперимент удался. Ну, а на закуску я все-таки попробую поймать какую-нибудь радиостанцию. Субтитры сделал DimaTorzok.